Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами о магии круга. Очень много вопросов задается. Так что же все-таки мы делаем на круге? Почему-то в последнее время началась ассоциация нас с ведьмами. Вообще чушь несусветная. Мне даже видеоролик прислали. Да, мне даже видеоролик прислали, как ведьмы-псалмы пели в честь Путина. Ну, они, наверное, ушли в политику. Не просто так горят костры уже под задницами огромные, да, дров подкладывают. На самом деле, вот с этой вот ерундой, с этим фельдшерством у нас нет ничего общего. Все, что мы делаем, мы делаем на основе знаний, которые мы достаем, достаем из энергоинформационного поля. И оно, вот все эти знания мы сейчас складем ровненько в структуру для того, чтобы можно было донести до психологов, психотерапевтов и так далее. То есть положить в научное русло. И это очень важный момент. Поэтому вот слова магия, магия сознания, да, магия с энергией связана, с сознанием. Мы действительно используем, мы действительно опираемся и на древние знания, в том числе в плане магических знаний. Но и одновременно то, что мы делаем с людьми. Накапливаем тот опыт в процессе тренировок, который мы делаем, да, который мы проводим, экспериментов. Я немножко сегодня поясню суть, что же происходит на круге, да. Круг мы сейчас положили в основу практически всех тренингов, связанных с ресурсными состояниями. Почему? Потому что это реально очень важный момент. Это дает невероятно, невероятно быстрые результаты, очень быстрая трансформация, эффективность возрастает в разы. Поэтому мы от индивидуальной работы уходим, уходим в сторону вот именно кругов, потому что, ну, выход просто неимоверная разница, да. Я понимаю, что групповую психотерапию никто не отменял, но принципы построения кругов отличаются от психотерапии. Я думаю, вы уловите сами суть, к чём разница, потому что всё гениальное просто. То, до чего допёрли мы, оно, ну, невероятно. Я бы, конечно, хотела, чтобы люди, которые работают, те же целители, те же психологи, это всё тоже взяли на вооружение, потому что я постараюсь объяснять простыми словами, и будет понятно, что мы делаем. Здесь шизофрении практически нет. Смотрите, у нас есть стадии по катковым. 1-1, 3-3, грубо говоря. И вот мы человека ведём, притормаживаем в трансовое состояние, в изменённое состояние сознания, во внутреннее состояние сознания. Я бы так сказала. Изменённое я здесь не буду говорить, это неправильно. Человек притормаживает, погружается в себя, уходит полностью в свой внутренний мир. И если он при этом остаётся, его восприятие остаётся в теле, то это называется трансом. А если при этом его вывести в позицию наблюдения, и он будет как бы наблюдать за процессом со стороны, то это называется гипнозом. Дело в том, что гипноз и транс фактически по торможению, по проявлению в физическом теле, они идентичны. Но там меняется угол восприятия. Когда мы заходим с позиции наблюдения при торможении, то получается, что у нас снижается резкая чувствительность. Именно чувствительный план, ощущения отключаются. И таким образом, если в гипнозе человека подводят к ресурсным травмам, и он проживает какую-то болезненную ситуацию, то ему не так больно. Боль выключается. И поэтому работа с фобиями и так далее часто используется гипнотизёрами. И она действительно эффективна, потому что мы идём с позиции наблюдения. Там отключена чувствительность. В трансе чувствительность не отключена. В трансе мы валим полностью через чувствительность. И более того, мы ещё и используем чувствительность, как ведущую такую ниточку именно к своей душе. У нас здесь где-то душа. Так вот, в науке считалось, что за 3.3 ничего нет. Дальше. Это стадия типа зомбирования. И всё прекрасно. Гипноз же, например, использует стадию 3.2, например, для того, чтобы сделать бескровные операции. Это Икшпировский здесь хорошее исследование проводил. На самом деле, вот это переключение внимания, когда ты в теле, когда ты наблюдаешь за телом, переключение чувств, когда ты имеешь чувства и ощущения, когда ты наблюдаешь за чувствами, ощущениями, это классное решение. И в зависимости от того, как надо провести человека, можно вести и так, и так. И тогда не надо дополнительно вводить слов. Транс, гипноз, активный транс, пассивный транс. Там куча названий, которые зачастую путают человека. Суть в том, что мы довели человека до 3.3. И на этом наука наша заканчивается. Мы же решили дальше, мы полезли дальше, и оказалось, что более в глубоких состояниях мы приходим к пласту информационному, где есть информация о неких ресурсных травмах. Там есть информация об энергии информации, которая кармически уже заложилась для того, чтобы рисовать сценарий нашей жизни. То есть, грубо говоря, еще до прихода в нашу жизнь у нас уже есть закладка информационная, кармическая, что мы будем проживать, с кем мы будем играть в те иные игры и так далее. Все причины следственной связи уже выстроены. На самом деле, жизнь у нас уже прописана. И вот бюджет в виде ресурсных травм на этот вот сценарий, на разворот этого фильма уже выделен. Когда мы через гипноз заходим и ныряем под какую-то задачу в ресурсную травму, мы берем одну травмочку, она срезонировала, что-то здесь, даже в травме, можем взять кусочек травмы. И мы это перепрожили, достали, человеку полегчало, там у него симптоматика отключилась, и он счастлив. Вот это работа в гипнозе. Когда работаем мы в круге, что мы делаем? У нас каждый человек является резонатором. И на разное количество проявлений у нас резонирует разное количество травм. То есть, чтобы обнаружить травму, это же частотные характеристики, да, надо зацепиться резонансом за какую-то частоту. И таким образом мы через каждого человека в общем круговом поле, запуская энергию в круг, это, с одной стороны, стабильно удерживает всех людей, с другой стороны, информация в этом поле работает общая. И все, что касается вот этих резонансных вещей и энергетических вещей, они все удерживаются общим полем. Для того, чтобы так работать, надо видеть, как это все течет. Я понимаю, что для классической психотерапии то, что я говорю, это, конечно, дикие вещи, когда ты не видишь и не чувствуешь, да. Но на самом деле, если развить определенные свои способности, этим можно обладать и это можно делать. И тогда вот эти вот все вещи мы можем сносить оптом. Причем не просто сносить куда-то, выкидывать. Это же энергия и информация, да. Информацию мы переосознаем. Мы как бы завершаем карму быстро, да, потому что везде мы изымаем осознание. Мы убираем вторичные выгоды, мы меняем программное обеспечение человека. То есть мы отрабатываем. Мы ничего просто так не выкидываем. У Бога нету лишних вещей. Мы не идем в разрез с Богом. Мы все делаем. Просто мы во времени это дело ускоряем. Мы взяли, быстренько отработали это дело за короткий промежуток времени. И вот эту вот энергию, которая отсюда высвободилась, мы перевели, трансформировали в высокую частоту. Здесь высокочастотная энергия. И она без информации. Просто энергия. Просто энергия, которая является бюджетом для съемки новой картины реальности. Вот у человека своя картина мира. И это является бюджет к этой картине мира, да. Мы можем на этой энергии снимать новый фильм, да. И здесь у многих возникают загвоздки, потому что человек привык, что какой-то сценарий в его жизни развивается постоянно. И он сознанием в этом сценарии не участвует, да. Как бы живет такая соломинка, которую Бог несет, мучает, и она тут страдает. Так вот это все чушь собачья. Вы можете счастливо жить в этой жизни, если вы осознанно нарисуете другую картину мира. И на этот момент все время обращая внимание, и как правило он пролетает мимо ушей слушателей, те, кто прошел вот эти трансформационные вещи в круге, зачастую зависают в день сурка, потому что они не знают, чего хотят дальше. Как только поймешь, что хочешь, то и получишь. Вот в этом вся прелесть вот этой игры. Во всяком случае, вот с этого момента можно формировать свою игру осознанно, заново, да. Так, как мы хотим, так, как мы выбираем. Там, где мы счастливы, там, где мы путешествуем, там, где у нас любимые люди рядом и так далее. Там, где у нас другое здоровье. Это все уже вот из этого бюджета, да. То есть это из бюджета высокочастотного, у которого идет состояние от высоких частот и выше. Это мы трансформировали. И когда мы убрали ресурсные травмы, у нас получился прямой коннект с душой. А когда у нас прямой коннект с душой, мы что можем брать? Информацию объективную об этом мире. И мы ее можем использовать. И таким образом мы заходим в точку субъективного восприятия, где мир является продуктом нашей психики, которым мы можем управлять. Вот как все взаимосвязано. Все на самом деле гениальное просто. Просто я когда смотрю на это, я млею, насколько все это просто. Поэтому, так как вот в этой части, после 3.3, дальше нет терминологии, и то, что мы делаем непонятно, в какие слова облекать, мы это назвали инфодайвингом. Вот эта вот нижняя часть, которую мы сейчас расшариваем, которую мы практически уже откатываем на результаты, имеем результаты и по здоровью, и по отношениям, и по творческим прорывам. Блин, уже картинную галерею можно делать. Это все уже через инфодайвинг. Инфодайвинг – это погружение за информацией. Информацию нам дает кто? Наша душа. А наша душа является чем? Правильно, частичкой Бога. И таким образом информацию мы берем у кого? Вот так, господа. Все гениальное просто. Это можно использовать в магических целях, это можно использовать в целях психотерапии, психологии и так далее. Но, наверное, профессионалам придется потрудиться над собой для того, чтобы перед тем, как закружить круг и сделать все, что делаем мы, а мы делаем… Видите, это все просто. Это все в научных рамках. И это все результативно. Единственное условие – надо видеть. А видеть, видение открывается у человека, когда у него мозг выходит в базовые настройки практически постоянно. Там от 11-12 Гц. То есть это такое торможение в альфа-ритме. И причем человек привыкает так жить. И тогда у него развиваются вот эти способности. И когда вы видите, когда вы чувствуете, когда вы не выключаетесь из игры под названием «Жизнь», а когда вы позволяете себе все это проживать, осознавать, прогонять через тело, чувствовать, это же другая игра, понимаете? Соответственно, другая работа и другая эффективность. Вот это то, чем мы занимаемся в инфодайвинге. И это то, что мы делаем на магических кругах. И таким образом, индивидуальная работа с человеком, когда мы будем поднимать одну какую-то ресурсную травму и даже не целиком, а какие-то ее части, решать какие-то индивидуальные внутренние мелкие запросы человека, она теряет смысл. Тогда приобретают смысл тренинги. С одной стороны, ты человека учишь, как меняться, ты даешь ему инструменты. И это действительно работа на всю жизнь. То есть человек привыкает, нарабатывает новые привычки, видеть в себе программы, удалять программы, видеть вторичные выгоды, осознавать их, легализовывать чувства и так далее. Это куча техник. Человек, с одной стороны, учится иначе жить, он заботится о своем здоровье, о своем долголетии, о своей игре, о своей реализации. С другой стороны, мы освобождаем человека от его кармы. Помогаем ему освободиться через осознавание, перепроживание, перечувствование и трансформацию энергии в высокочастотную. И потом из этой энергии строить другую картину мира, в другой осознанности. Представляете, как все гениальное просто. Вот это то, чем мы занимаемся на кругах. И это действительно обучение. И это действительно тренируется и развивается. Ближайшие тренинги у нас будут с Андреем Ахримаком, где я работаю вместе с ним. Потом с Натальей Ларой Суши, Натальей Беловой. Если вам интересна именно прикладная работа с другими людьми, если вы все-таки профессиональный психолог или психотерапевт, или вы целитель народный, неважно в какой области, то имеет смысл, например, гипноанализ взять, чтобы все-таки иметь научную базу. Потому что я так просто говорю. А вот этих научных всех вещах, на самом деле, это большой пласт знаний. Это реально кусок знаний, которые там и техники определенные, и знания теоретические, и знания практические, и все в куче. Это кусок. Это кусок научной базы, который вот просто так в двух словах, в ролике ты никогда не передашь. Это надо прийти, пройти и отработать. Поэтому с какой стороны вы начнете, это ваше дело. Вот это основа магического круга с точки зрения того, что происходит с человеком в процессе работы. Например, с Андреем Харимуком, когда мы будем работать, мы вообще решили, что Андрей будет, мы делаем круг, и в процессе я работаю в круге, держу вот эти все состояния, энергию и так далее, я не смогу погружаться вот на тот уровень, чтобы напрямую устанавливать с каждым человеком, с его душой контакт и задавать ей вопросы. Потому что это сразу очень много точек внимания. Поэтому отдельно будет сидеть Андрей, который будет брать индивидуально каждого человека и говорить, вот у этого человека связь нарушается потому-то, потому-то, этого, потому-то, потому-то. И мы эти точечные вещи будем убирать, чтобы человек хотя бы раз в жизни, еще без проработки вот этих вот ресурсных травм, без ничего, просто прикоснулся к своей душе, почувствовал, как это приятно быть самим собой, быть настоящим, быть открытым, быть искренним самим собой и действительно заниматься тем, чем предназначено, а не тем, что прилетело вместе с социумом. С вами была я, Наталья Зайцева. С вами была я, Наталья Зайцева.